В суд не идут, надеются на телевидение. С серьезными проблемами столкнулась иркутская семья. Десятилетней девочке с инвалидностью по закону положено бесплатное лекарство. Вот только получить его в Иркутской области практически невозможно. Почему, узнаете из следующего сюжета. Эта баночка с таблетками подарила десятилетней Еве возможность спокойно есть, гулять, разговаривать с мамой. Да просто улыбаться. Маленькая иркутянка страдает фокальной эпилепсией. Раньше мелкие приступы могли мучить ее до 120 раз в день. Теперь благодаря лекарству все изменилось. Но достается оно родителям девочки нелегко. Медикамент положен Еве бесплатно, как инвалиду по льготе. Он есть в списке жизненно необходимых лекарств. Вот только в поликлинике столь важный препарат не выдают. По неизвестной причине. Достаем мы препарат через Москву. Он стоит 7-7,5 тысяч. Это зависит от курса доллара и евро. Ну и плюс доставка полторы где-то. Тысяча триста, полторы тысячи. То есть он где-то в среднем нам уходит где-то 8-500-9 тысяч. По сегодняшней дозе нам его хватает на полтора месяца. И это только один препарат. В общем, родители девочки ежемесячно тратят на лекарства около 19 тысяч. Для семьи, где трое детей, это значительная сумма. И в такой ситуации оказались не только они. Когда опускаются руки, семьи с детьми-инвалидами обращаются в общественные организации. Подобные случаи именно с этими препаратами, с лекарственными в других регионах решаются. Дети получают эти препараты. Есть судебные иски уже на эту тему. И поэтому нам готовы помочь общественные деятели других регионов. Помочь семье готовы и в региональном Минздраве. Нам пообещали, что там разберутся с их проблемой. А проблема, по словам специалистов, заключается в том, что препарат раздора действительно входит в список жизненно необходимых лекарств. Вот он. Но вот парадокс. Лекарство не входит в другой список, который называется стандарт медицинской помощи. Конечно, получить медикамент бесплатно Ева все-таки сможет. Правда, для этого необходимо будет выполнить целый ряд медицинских требований. Вот только вопрос, почему маме девочки не объяснили это в поликлинике и в ведомстве, куда она уже обращалась, остается риторическим. Юлия Шинкарюк, Виталий Перетолчин. Новости по будням.